Друзья, всем привет! Приветствуем, друзья! Ну вот наступил тот момент, когда пора уже... Собирать мебель! Собирать мебель, да. Поедем сейчас, возьмем грузовик и поедем в два магазина надо заехать, собрать мебель, отвезем на дом, разгрузим, сдадим грузовик и только тогда вернемся домой на своей машине. Смотрите, какая погодка наладилась. Такое чувство, как будто мы когда покупали, пытались купить дом, вот это были события такие напряженные. И было так пасмурно, дождь слило. А теперь мы купили дом и сразу отпустило. Ну, заметь, мамочки, все так же, как и в Спакине было. Пару дней плохой погоды, потом отпускает, получше погода. Как было в Спакине? Только в Спакине оно продолжается, продолжается, вплоть до морозов и снега. А здесь такого не будет. Здесь в какой-то момент остановится на осенней погоде, а зимняя погода, может быть, на пару-тройку дней здесь включится и все. Но это ты так предполагаешь? Нет, я же уже со многими людьми разговаривал. Вот даже вот этот дядечка-строитель, с которым мы в последнее время несколько раз общались, он сказал, что такое здесь бывает 2-3 дня и все. То есть деревья опадут, лысенькие будут стоять, на погоду будет достаточно теплой, да? Да. Деревья за несколько ночей пожелтели, подосыпались, покраснели. Ну как, они не станут, наверное, совсем желтыми, да? Получается, они позже, чем в Вашингтоне, осыпятся и раньше, чем в Вашингтоне, опять наберут прежний вид свой летний, да? Я с Ириной переписывала, с нашей племянницей. Она говорит, что там очень сейчас красивая осень, как никогда в Спакине. И очень жаркое лето, как никогда в Спакине. Ну да, это было лето очень жаркое. Еще раз повторюсь, климат здесь шикарный. Вот мы здесь сколько прожили, один раз, вот этот нас торнадо напугали, но мы его так и не видели. Было предостережение, мы его не видели. И мы с людьми, которые здесь живут давно, разговаривали, они говорят, что это сильный ветер просто. И, как правило, здесь ничего не повреждается, даже деревья с корнями не вырывает, как у нас в Спакине было. Помнишь, в Спакине ураганы вырывали с корнями деревья, людей убивали. Там целые районы или целые, как это, в некоторых парках повалило там половину деревьев. Это был настолько сильный ветер, но они сказали, что это был сильнейший ветер за всю историю наблюдения. Ну, на дома попадали деревья, а здесь вот такого нет. Ну, просто сильный ветер подует и все. А, сильные дожди, сильный ливень. Вот этот дядечка, строитель, который последние дни с нами работал, он сказал, что здесь бывают торнадо, но они такого размера, что они не причиняют никому вреда. Не было такого, чтобы торнадо такое прошло, которое там окна повышибало или крыши посрывало. Мы говорим, такого здесь никогда не было. Теперь понятно, да, что это тогда, когда мы в очереди стояли за детьми, почему люди все остались спокойно сидеть в машинах. В тот день, когда было вот это предупреждение о торнадо, оно было, ну, примерно на 150 миль севернее нас. Ну, и плюс оно никому вообще вреда не причинило, никого не убило. В каком-то одном дворе вырвало дерево с корнем, но это... Это была большая трагедия. Да, и все. Поэтому... Я вообще читала, что в Америке два места только, два штата, с самым мягким, самым хорошим, приятным климатом. Это Гавайи и Южная Каролина. Их даже сравнивают по климату. То есть здесь мы просто вот в восторге. Что касается климата, здесь шикарно. Ух ты, какое поместье. Это 100% старинное. Как из фильма. Красивое здание. Я его, правда, просмотрел, пропустил. Так, мы сейчас едем в компанию, как она, Юхау? Юхау. Юхау. Вот. Берем машину. Нашли самый ближний к одному из магазинов, который работает до 6 вечера. Потому что мы за час не сделаем все, да? Потому что большинство здесь работает по субботам до 12 часов дня. Я вообще не понимаю. Мне кажется, субботу... И не работают в воскресенье вообще. Да, мне кажется, субботу большинство людей свободны, как раз, чтобы перевести что-то. Вот здесь часто логики не просматривается вообще никакой. Они все это прикрывают религии? Ну, не знаю. В субботу-то какая после 12 дня религия? В субботу не знаю. А вот в воскресенье... В воскресенье, ладно. Но суббота-то... Ну, в общем-то, мы нашли единственное, которое до 6 работает... Я, мамульчик, не против того, что люди в церковь ходят и так далее. Я против того, что люди, многие, переезжают в субботу и воскресенье. Им надо в воскресенье взять эту машину в рент. Да, у них выходные, два выходных, да. И что делать? Надо машину взять, а негде взять, потому что воскресенье не работает. Я против вот этого, потому что надо вот в этом искать баланс какой-то. Да, мы были в шоке, когда сунулись, а там все до 12 практически работают. Как так? Мы не успеем. А нам нужно забрать 31-го, сделают cancel завтра нашему, отменят наш заказ. А они завтра никто не работают. Да, поэтому на сегодня надо край забрать, все. Так, вот мы и нашли. Здесь где-то недалеко первый магазин, в котором будем матрас забирать. И нам какой-то вот такой грузовичок нужен, да. Сказали, что у них всего лишь эти две машины сегодня, и их взяли до понедельника, да. Как две машины. Поедем дальше искать. Будет вообще неприятно. Надо по-любому на сегодня забрать из магазина, иначе отменят наш ордер. А мы очень удачно его заказали. Так, здесь тоже мало машин, да. Можно сказать, что нет. Слушайте, мы неожиданно столкнулись с проблемой. Мы не можем найти в рент-машину, трачок. Мы уже в трех локейшенах побывали, нам отказали. Ну, как отказали? Сказали, нет, ничего свободного. Едем сейчас пытались дозвониться. Там сказали на линии ждать 56 минут, чтобы с нами только поговорили. Мы не ожидали, что такое может быть вообще. Главное, это работает. Большинство из них до обеда, а после не работает. Только некоторые работают после обеда, и они все разобраны уже, зарезервированы. Сейчас, в которой мы были только что, там есть три трака, но все уже зарезервированы. Я говорю, мне на пару часов я быстро верну. Тот говорит всем так. К этому мы не были готовы. Ну что, друзья, объехав целый город, мы где уже только не побывали. Мы побывали в четырех ухаулах, в одном пенске и в одном баджет. Везде нету ничего. И вот мы приехали в этот ухаул, это уже какой? Пятый, да? И он говорит, у нас тоже ничего нету на сейчас. Но они завтра работают. Да. И хорошо то, что они согласились мне на завтра его дать. И вот такой. А, нет, это большой, это огромный. 15-фитовый мне дали. Да хоть какой уже? Сколько это будет стоить? 32 доллара. Ты уже заплатил, да? Нет. Нет, потом уже по ходу дела подопречь. Так, ну что, и завтра тогда будем все забирать. Завтра у нас крайний срок. Вот с этого надо было, видимо, и сегодня начинать. Сначала найти машину. Но опять же, суббота, и мы бы наверняка не нашли. Потому что люди готовились к субботе предварительно. А в воскресенье, вот то, о чем мы говорили, не везде они работают. Поэтому все, едем домой. Не словно нахлебавшим. Ну что, друзья, мы уже дома. Начинаем переезжать. У нас здесь завалы просто невероятные. Все, достали все вещи. Все у нас теперь валяется. Будем потихоньку перевозить. Ой, начнем на... Два-три раза сегодня съезжу и очень много перевезу. Фух. Ну что, мы решили, короче, сейчас по мелочам все это отвезти. Все самое мелкое. Крупные вещи потом в последний день будем перевозить. То, чем мы не пользуемся в каждый день. Да, начнем с этого. Это уже вторая, третья. Вторая. У нас произошел несчастный случай. У нас минус один помощник. Коля немножко руку себе повредил. Они вдвоем перевозили что-то там из этого, и Коля себе проколол руку. Главное, был один единственный предмет, об который потенциально можно было повредиться. И когда в машине осталось три предмета выгрузить, то этот предмет вот так скатился, и вилочка одна вылезла. Вилка для барбекю. И он скатился, и Коля из-за того, что у него не идеальное зрение, в темноте, машина так запаркована задом в гараже, и там темно, и он ее не увидел. Ну, теперь он сидит с забинтованной рукой. Ну, у него там не страшное, но все равно. Он поранился, и она вот так внутрь вошла. Ну, я посмотрел, он двигает все пальцами, ничего не поранил, просто кожу и мышцы чуть-чуть. Ну что, машина набита битком, девчонки, и мы едем выгружать. Ну как, девки, нравится? Да. Девчонки в готовом доме впервые. Ну да, теперь. Лизочка, иди, включи камин. Нарду уже перевезли. Холодильник, Соня. Пушистый. Да. И он сейчас щелкнет чуть-чуть, а потом загорится. Подожди чуть-чуть. Газ, настоящий огонь сейчас будет. Видишь, загорелся. А это только та маленькая. Он сейчас загорелся. Сейчас загорелся. Ну как, настоящий, Сонечка, это настоящий газовый камин. Это настоящий газ. И настоящее тепло, и настоящий огонь. Так, ну что, выгружаем сейчас в первую очередь ковры и пропылесосим их сразу хорошенько, чтобы избавиться от всего возможного. Это Сонина. Соня. Соня, идите, забирайте свои коробки и вещи. Лизочка, вещи забирайте. Соня, вот это твоя, да? Да. Давай, принеси в свою комнату. Ой. Разносите. Сейчас девчонки будут по своим комнатам вещи разносить. Так, пылесос Лизин. Лиз, неси в свою комнату. Это шутка. Пылесос. Я пошутил. Вот туда, в уголок, вот один. Так, вот и нашлась одежда всякая теплая. Мы ходим вообще, а вы в чем сейчас? Ну, короче, скажем так, неплохо вписывается. Он не такой размытыми пятнами, серо-коричневыми, белыми. Прям как раз под пол. Там стол будет стоять у нас. Никита здесь сегодня кувырками мерил это пол. Пять кувырков его. Соня, понравилась твоя комната? Да. Лиз, ты развесила свои вещи или тебе папа их еще не отдал? Нет. Еще нет. Не отдал. Папучек, тараканы не выбежали. Тараканов не было. У нас там сегодня бегали опять вот такие тараканы большие, фоапартики. Лиза аж в шоке, в таком была. Мы живем уже здесь столько времени, но Лиза еще никак не привыкнет. Ой, как хорошо здесь выглядит ковер. Сейчас мы его так развернем вдоль. Параллельно вернее. Лизочка, ходи. Можно кидать подушки и ложиться балдеть возле огня. Готовы? Два! Да, две духовки. Почему две? Ну, потому что нас много. Потому что там будем торт печь, а там мясо. Ну да. Круто. Лизочка, кляш поближе, тепло? Сейчас. Да. Но она пока еще не разогрелась. Ой, вообще, балдежка, мне нравится все. Давай, Лиза. Так хорошо в этом доме. Тут есть оно. В нем уютно, да? И когда на улице холодно, в нем так настолько уютно за счет этого камина. Ага. Класс. Уют будет, когда со стеной что-нибудь сделаем. Я хочу как можно дольше в пустом жить, в пустоте. Ну, я имею в виду картины. Да, я понимаю, но я пока ничего не хочу. Мне хочется вот так пожить. Ковер, голые стены. Так, папочки, мы когда будем стулья собирать? Можете? Закрещать. Ну что, нас обманули. Я когда заказывала, там точно было два, это, количество. Два. А они нам по одному прислали такие шкафы в Костка. Придется просто сдать. Я не собираюсь по 164 доллара платить за те стулья, которые в Костке стоят 120. Мы решили просто посмотреть, как они будут смотреться. Может, они вообще не будут смотреться. Нет, но это еще не собрано. Надо еще... Да, они будут выше намного. Там нижняя часть еще, ножки. Но они подходят. Они подходят, но они не должны были нам это... Я хорошо помню, там два в одном, и написано было в Куанте два. Я хорошо это помню. А они нам прислали только два. Так, что, мы упаковываем обратно, да, Вов? Да. Сдавать будем. Я вообще хотела сюда посветлее, чтобы побольше белого было. Но, в принципе, они вписались бы, если бы они нам четыре прислали. Я бы оставила. Вот это вообще супер. Мягкий ковер и огонь. Не, ну как классно вообще. Сверху. Сверху? Хорошо видно, да, Лиза? Стой, стой, стой. Привет. Привет. Когда ты была, вот так, я прям училась вот так высоко. Прямо здесь так страшно высоко. Лизочка начала развешивать свои вещи, раскладывать. Я тебя спрячу. Прячься. Живи там, Лизочка. Завтра привезем тебе как минимум матрас. Кровать еще, Лизе, не заказали. Кроватями будем чуть попозже заниматься. Все как-то сразу не успеваю делать. Тихонько будем перевозить. Это один мешок был полный, а так мало повесила. И девчонки тоже по чуть-чуть перевезли. А ты что, полотенечек не хватило? Неа. Я вот повесила, большое оно туда не влезло бы. Если что, будет. Выключай свет, поехали, загружаться. Мы едем за следующей партией. А пока на этом все. Ну мы предполагаем. Да, мы предполагаем. Сейчас посмотрим, как. А будет она или нет? Уже подустали. Так мы не разобрались, как выключить этот свет. Я посмотрел, у других ни у кого не горит, только у нас. Уж снаружи где-то. Ладно. Ну что, друзья, всем привет. Приветствуем. Доброе утро. У нас утро. У нас утро. Можно сказать раннее. Относительно раннее. Для воскресенья это раннее. Мы выехали из дома, было 8.30. 8 с чем-то там, короче. В 9 часов мы должны забрать этот. Moving truck. Moving truck, да. Как мы уже говорили, что нам этот truck нужен для того, чтобы забрать с двух магазинов, а может быть даже с трех. Нет, с третьего я думаю, что нет, потому что они в 12 открываются, а эти в 9 открываются. Мы просто... То есть мы будем посмотреть. Потому что все равно truck взяли на 5 часов. Поэтому если получится, я потом к 12 им позвоню. Если мне скажут, приезжай, забирай, я мотнусь, ты заберу без проблем. Это третий магазин, про который мы разговариваем. Это Room StoGo, где мы должны забрать наш этот матрас. Мы его заказали доставку на пятницу. У нас есть вариант перезвонить, попытаться перенести на более ранний срок. Но мы не уверены, что они согласятся переназначить. Поэтому, может быть, сегодня попытаемся заехать, забрать сразу, чтобы прямо вот кровать собрать, положить все, что нужно. Вот. Надеюсь, что нам сегодня дадут truck, потому что я читала ревьюз, как отзывы, ну, этих траковых компаниях. О этих траковых компаниях. И люди писали, что они назначают, резервируют, приезжают, а им говорят, вы ошиблись с там этим местом, вы в другом магазине резервировали. Или, ой, извините, а у нас нет, забрали. То есть даже вот такое бывает. Ребята, посмотрите, вот эта трасса все время забита. Здесь все время пробка. Нет, кстати, мы сошли уже. Сейчас мы уже на пустой. Но все равно там тоже мало машин. Посмотрите, как мало машин воскресенье утром. Это просто красота. Все или спят, или в церкви собираются едут, или уже в церковь. Да нет, наверное, рано еще. Нет, для церкви еще рано. Я думаю, что церковные служения начнутся в районе 10. Поэтому все еще спят. Одни мы решили по пути заехать в Костка заправиться. Здесь все время очередь. И нужно стоять... Смотри на цену, обрати внимание, мамочек, 2,99. А когда я 4 месяца назад сначала сюда приехал, то цена была 2,352. А, окей. Ну, в других штатах, наверное, сейчас подороже, естественно. Короче, обычно здесь очередь, я не знаю, минут 15-20 надо стоять на эту заправку в Костка. А мы в воскресенье утром... Вот здесь в этой местности бензин, естественно, намного дешевле, чем на том побережье. Значительно дешевле. Но за счет того, что здесь все на дальних расстояниях, мы бак выкатываем прям, ну, очень быстро. И расход бензина очень большой. Мы попутчик денег на бензин больше здесь тратим, да? Или, может быть, пока. Пока у нас очень много поездок. У нас сейчас очень много разъездов. И плюс, если мы едем в магазин, то здесь просто расстояние гораздо больше. Да, поэтому пока что мы не заметили экономии на бензине. Плюс я детей вожу. И Никиту, и Соню. Ой, Соню в школу, да. Надеюсь, сейчас, когда переедем в Новый дом, может быть, там со скулбасами это уйдет. А если будет плохо со скулбасами, придется тоже. Не, ну первое время мы будем гонять по магазину. Нам нужно столько всего купить. Очень много надо всего купить. Поэтому сейчас будет все равно тоже большой расход на бензин. Так, мы на месте. Надеюсь, нам дадут машину. Вот он, работник. Приехал к девичке. Смотрите, какие мы пунктуальные. 9-0-0. Можно сказать, секундочка в секундочку. Работник, он только приехал, и он открывает. Машина у нас, как всегда, грязная. У нас вообще не бывает машины чистой. Даже если мы ее помоем, она тут же становится грязной. Я не знаю, как другие люди сохраняют чистый вид машины. Так, я беру с собой свое яблоко, воду, Вове воду. Папульчик, только не говори, что нет машины. Машина. Все, да? Ну, слава богу. Так. Судя по всему, вот эта машинка, да? Здесь полмагазина можно перевезти в этой машине. Так. Так. Машинку здесь не прочитали. Мы прочитали только цену, а здесь еще плюс 79 центов за милю. А, я так и думала. Он с меня сейчас сразу взял за 50 милю. Я говорю, я здесь новый, я по расстояниям не очень разбираюсь и не знаю, где магазины, поэтому давай напишем 50 миль. Вот. Он говорит, окей. Если что, потом. Сейчас 112 149 миль. А за бензин тоже надо платить еще? Надо будет заправиться. О, то есть, короче, мы могли бы просто доставку сказать и вышло бы. Что мы наездим сейчас? Ну, не знаю, мне кажется, доставка из трех магазинов. Ну, мы в два вообще собирались с тобой. Ну, короче, уже приняли решение. На ошибках учится. Посмотрим, во сколько нам все это выйдет. Наберем шоку. И сделаем выводы. Если бы вы заказали доставку, доставка кровати стоила 95 долларов, матрасов 30 с чем-то. А, написано было from. Может, в зависимости от расстояния, я не знаю. Бесплатной доставки у них там не было в этом магазине. Слушай, мы как на танке. Папульчик, ты как себя чувствуешь за рулем? Непривычно? Уверена. Да, надеюсь. Ну, надо же, даже ребенка можно было. Никита так хотел поехать с нами. Мы говорим, там только два места. Я сейчас вспоминаю, как когда была маленькая, у меня дядя, мой родной, работал на КамАЗе водителем. И он нас иногда брал кататься с собой. Вот я сейчас как будто на КамАЗе еду. Высоко, громко. Так, мы сейчас едем в городок Грир, который мы снимали уже. Он находится на северо-востоке Гринвилла. Вот это практически пригород. Вот. Только в этом магазине оказалось, есть наличие та кровать, которую мы хотели, под эти базы, под матрасы и один матрас. О, сейчас мы проезжаем мимо того перекрестка, где с вами гуляли вместе. Даун-таун Гринвилла. Так он мне нравится, этот городочек. Такой он уютный, атмосферный. Ой. Ужас. Точно как на КамАЗе. Интересно, что вот это за здание? Ты видишь, полиция в будние дни стоит возле школ, а в воскресенье возле церквей. Да, то есть это была церковь. Когда на камеру снимаешь, не передается этот уютный. Ужас, ужас. Я сейчас 2 паунта жира потеряю здесь, вот такой трехотник. Он уже как на коне. Ну, как на коне, точно. О, горы впереди. Наверное, как раз в прошлый раз мы там и были. Вон, самая высокая гора вдали. Голова Цезаря, наверное. Ну что, сюда мы добирались 25 минут, да, с той точки, где взяли. 25 минут где-то, да? Да, чуть меньше. Чуть меньше. Так, вот он этот магазин Big Lots. Может, еще сейчас сразу что-нибудь купим? Пока на большой машине. Открываю дверь и понимаю, что всю дорогу ехала с открытой дверью. Ну, вообще. Так, у меня где-то в телефоне должен быть номер ордера. Или достаточно будет твоего ID. Твоего? Нет, на твое имя аккаунт я сделала. На всякий случай, вдруг, если ты без меня поедешь забирать. Так, Вова пока там разбирается, а я пошла посмотреть на мебель. Потому что в разных магазинах, вернее, тот же самый магазин, только разные местоположения, и часто бывает разная мебель. Не знаю, почему они так делают. В общем, сейчас пойду посмотрю, что почем. Может, чем-то присматриваю. Вова говорит, ничего больше брать не будем, а я, как всегда. О, смотрите. Пример того, что эту мебель брать не надо, да? Немножко ударили, и все. Что-то я прошлась, и так и ничего не нашла. Интересного. Кстати, надо будет свечки купить, чтобы запах выходил. У нас сейчас дома очень приятный запах, потому что там все продезидорировали, этот карпет. Вот, но все равно нужно добавить какого-то своего запаха. Особенно сейчас уют нужно будет делать с помощью осенних запахов. Я сейчас не буду этим заниматься, потому что не до этого. Но в ближайшие дни обязательно... Слушайте, у меня сейчас искаженные запахи или просто вообще нет запаха. Но вот этот я чувствую запах полностью такой, какой должен быть. Запах такой очень сладкий, приятный. Ваниль с чем-то. Чисто зимний рождественский запах. Класс. Странно. Кстати, я заметила, вот все запахи искаженные, когда я нюхаю свечки, это не впервые. В Коске я еще нюхала. Запахи не искаженные, такие какие должны быть. Очень интересно. Кстати, здесь недорогое фланелевое постельное белье праздничное такое. Смотрите, получается, двуспалка. Она не очень толстая, но прям то, что надо. Я не люблю толстую фланель. 18 долларов и выше. Это, получается, 25. Это очень хорошая цена. Я Лизе и Никите уже заказала по комплекту. Вот, мне надо какой-то Соне взять комплект. Сейчас переедем в новый дом. Нужно хотя бы постельное белье новое плюс праздник. Не знаю, может, какой-нибудь вот такой или такой здесь с собачками. Короче, я написала Соне, сфотографировала ей. Они как раз праздничные. Плюс они, знаешь, не такие, не толстые, как вот в Коске мы покупали. Да, это фланель, только тоненький, приятный. А, ну да, но, наверное, не будет скатываться. Да, да, да. Вот, Соня что-то не ответила. Так, Ма, ты здесь занимайся? Все уже? Да, он пошел. Он говорит, сейчас будет притаскивать. Я пошел. А я, моя помощь нужна же. Нет, твоя помощь не понадобится. Мы с ним справимся, а ты здесь покупать что надо. Короче, папочка, представи, у нас три предмета мебели. Да. А, папочка, они будут загружать кровать, как отдельные предметы мебели. Там будет больше. Кровать из двух короб. Хэйборд отдельная. Да. Мои вкусы никогда не совпадают с детьми. Соня выбрала вот это. Я хотя бы с машинкой взяла бы. Как-то праздничнее смотрится. Она выбрала самый такой скромный. Так, папочка, постельное белье надо не забыть. Давай, может здесь положим, или вмешаться будет. А то я его обязательно забуду. Надо его положить так, чтобы его было видно. Я, получается, уже всем нашла по комплекту детям. У нас только Соня оставалась без одного комплекта фланелевого белья. Всем заказала фланелевое, всем заказала прикольное. Вот. Коля сам себе тоже выбирал. Надо будет заехать в этом, в колсе забрать. Смотрите, номера аризонские. То есть, получается, их в одном штате, в одном городе берут, через всю Америку прогоняют, бросают в другом точке, да, в другой пункте. Поэтому номера все время разные. Вот этот трак приехал из-за результата. Ой. А, штуковина, дорожка. Наши результ. Так, это база. Основа под матрас. Еще матрас, база и там кровать. Произошло немножко недопонимание. Один упакован. Это одна часть этого базы на кровать на большую. А вторая часть распакованная и немножко грязная. Это она только что испачкала, поставила. Ну да. Мы спрашиваем, почему не упакована, а это все, что у нас есть. Нет, она говорит, мы сейчас можем вам возврат оформить. Да, а у нас это, какой возврат, нам нужно кровать собирать. Пока найдешь это где-то базу, ее надо заказывать. Во всех магазинах все нужно ждать. А это вот в наличии есть. Кстати, в Вашингтон, когда я в мебельную работал, ну, много лет назад, 20 лет назад, сейчас бы пришел менеджер и сказал, я вам сейчас 20% скидку оформлю. Да мы, по идее, можем сейчас это сделать, пойти. Сейчас не до этого. Да, сейчас не до этого. Поехали в следующий магазин BigLot. Забирать просто один матрас, вот какой здесь мы забрали. Точно такой же. Здесь все в наличии по одному. Все остальное нужно ждать онлайн месяц или полтора. Это в лучшем случае. Так, получается, мы сейчас забрали товар на 1050, да, где-то? 1039 или 1049. Ну и плюс постельное белье 30 долларов, там, вот так стоит в районе. Ну, вот так вот, на такую сумму мы сейчас забрали. Сейчас едем за другим матрасом. Он у нас вышел подороже, потому что я его уже отдельно потом дома заказывала, и у меня не было такого количества купонов, которые мне получилось найти на то. То есть, получается, что тот матрас, который мы сейчас забрали, мы купили за 305 долларов. А он продавался на сейле у них за 460, за 460 на сейле он у них продавался. А, да, 350, это 360, это был. А я покопалась, поискала купончик и купила его за 305. А второй точно такой же матрас я заказала в другом магазине, тоже онлайн заказывала. Нашла похуже купон и заказала за 355 долларов. Вот, но все равно, я вот всегда поищу какой-нибудь купончик, проверю, прежде чем что-либо где-то покупать. Мы уехали с Покена. Думали, что здесь нас не будут доставать поезда, да? Все равно столкнулись. Но они нас и не доставали. Все это время до сегодняшнего момента. Да, с Покеней сильно доставали. У нас прям то место, где мы жили, было отрезано с железнодорожной линией. Ну, во все основные магазины мы ездили. Валмарт, Костка и Фридмайер, куда мы ездили, всегда мы сталкивались. Мы уже когда-то снимали. Сколько? Мы 30 минут стояли один раз, да? Помнишь сразу, да. То есть это вот можно вляпаться, стоять, стоять, пока вся эта длинная-длинная махина не проедет. Ну, здесь она... Там мы почему долго стояли? Потому что там станция рядом, сортировочная. А здесь просто проездная, да? А здесь она просто проскочилась. Я надеюсь. Все, быстренько, даже минутная, наверное, не прошло. Отлично. И так, как с Покеней. Не, вот круто. Вот смотрите, масштабы церквей здесь, какой... И здесь даже эти полицейские вот там, вот там стоят. Все перекрыто вон там. Да, они сейчас перекрыли движение, чтобы оттуда из церкви выпустить машины. Это я снимаю, чтобы показать масштаб вовлеченности у людей в религии, в посещение церкви. Дороги перекрывают, регулируют дороги. Вы представляете, как здесь в воскресенье по утрам люди серьезно относятся к посещению церквей. Кстати, мы как раз сейчас проезжали мимо церкви, которая относится, ну, которая рядом с вот этим шикарным районом, который мы снимали. Вот он, наверное, да? Именно поэтому здесь, наверное, все так организовано. Вот он этим домом начинается? Ага. Поместье, короче, здесь... А сейчас... Самые состоятельные люди живут в этом месте. Сейчас в ближайшем будущем здесь будет какое-то просто монументальное какое-то строение, огромная домина. И он, судя по всему, современный. Сейчас посмотрим. Вот, смотри, какая красота. Это комьюнити, где мы снимали, а вот напротив этот домяр вообще. У меня, при признации, даже не представлю. Еще, их здесь один за одним. Ну, а вот Big Lots, который ближе к нашему дому. Наш, можно сказать. Заберем матрас, едем домой. Мы решили не заезжать в этот, в Rooms to Go. Так, все, это последний матрас на сегодня. Мы все, которые забираем. Ну и все, едем домой. Сейчас мы все разгружаем, да? Возвращаем машину. Сегодня будем собирать кровать? Да. Так, закрыла я, а то я все время здесь езжу с открытой дверью. Home, sweet home. Ой. Как мне хорошо, когда я сюда приезжаю. Побыстрее уже перебраться. Кстати, на гараж нам еще эти штуковины не дали. И плюс нам нужно будет... Зритель интересуется, что у нас с этим, с автоматическим подниманием двери. Нам самим надо будет это покупать. И мы уже подыскиваем. Скоро поставим. Все, пока вот здесь мы выгрузили. Скоро приедем обратно и все это расставим. Соберем. Сейчас мы едем отвозить эту машину. И заедем в Костка, возьмем какой-нибудь еды. Потому что у нас сейчас дома нечего есть. Ну что, мы приехали в Костка. Вова меня сейчас высадит, я пойду в магазин. А сам он поедет на заправку, чтобы заправить бак полным. Потому что мы взяли... Он и сейчас полный, но пару галонов мы наверняка прокатали, поэтому надо подыть. Вот. Я должен сдать машину в таком же состоянии, как она была. Да, и Вова поедет сразу сдавать и забирать нашу машину. А я пока пройдусь по магазину, пробегу, куплю все самое необходимое на несколько дней. Церкви церквями, а воскресенье... А еще обеда нет. Народу в Костка полно. Ну что, немножко шопинга в Костка, как наши зрители любят. Получается, по выходным Костка и церкви самое популярное место. Так, нам вот такие вот эти вот штучки нужно будет покупать. Это уже бланки, это одеяло. Просто здесь цвета не очень подходящие. Я сейчас буду брать продукты, которые можно быстро приготовить. Или готовые совсем. Мы в прошлый раз купили такой вкусный виноград, что его слопали в один кресец. Сейчас я еще раз возьму такой. Именно вот этот. Так, так надо. Он какой-то весь настолько созревший, что уже начал портиться, да? Короче, едва нашла более-менее нормальный. Он прям вот на грани. Его нужно съесть там сегодня. Такой сладкий, хрустящий. Возьму салат Цезарь на виду разочек. Надо посвежее, наверное, найти. Так, вроде хороший. Наверное, круассанов возьмем. А что если мне взять тыквенный пирог? Так, разрядилась камера. Буду снимать на телефон, к чему я не привыкла. Колбаски возьмем. У нас соили вкусные очень. Надо взять что-то из вот таких вот полуфабрикатов, которые не заморожены. Взять запечь. Может быть, даже лазанью. Может быть, перчики, если я найду. Не вижу перчиков. Так что возьмем лазанью. У нас впереди несколько дней, когда мне совершенно некогда даже в плите подойти. Эти дети будут сами все себе делать. Дети просили мороженое. Как раз оно на сейле. Я понимаю, что уже не жарко. Ну, они попросили. А я куплю. Оранж чикин еще взять. Как раз оно на сейле. Это то, что нашим детям всегда нравится. Берем. Нашла бутеры на завтрак. Для завтрака. Ну что, друзья, забрала. Здесь опять пицца у нас. И пирожки чикенбек я взяла. И кучу еды накупила. На несколько дней вперед. Самое необходимое. Все, что можно быстро съесть и приготовить и съесть. Позвонил Вова, сказал, что он все вернул. А вот он ждет меня. Так, все. Едем домой кормить детей. А потом опять на дом. Перевозить. Собирать мебель. По чуть-чуть все будем делать. Медленно, но уверенно. Так, звук у меня в телефоне немножечко искажен. Из-за того, что у меня бронированный чехол. Смотри, какая очередь в Костке стоит. Я когда отсюда выехал, мне пришлось. Вот в тот проулок ехать. Там проехать, развернуться. И потом встать в эту очередь. И очередь отстоять. Ты долго меня ждала? Нет. Я прямо вот только забрала. И ты мне позвонил. Ну, я все время простоял вот в эту очередь. Сдал я машину. Не знаю за сколько. За 4 секунды, наверное. Очень быстро. Получается, что последний день октября на улице жара. Вот в шортах, футболках нормально сейчас на улице. Ну, то, что жара, но очень тепло. Ну, сейчас жарко, потому что мы в машине. И плюс у меня пицца на руках. Горячая. У тебя греет со всех щелей. Да.